Более 5000 человек призвали в Восточном военном округе на службу. При Байкальском районе произошло смертельное ДТП. Более 5000 человек в Восточном военном округе призвали в армию за октябрь. В Забайкальском крае, Бурятии, Хабаровском крае, Амурской области и Приморье уже состоялись первые отправки призывников войска. Всего будет призвано более 8000 человек, которые живут на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири. Новобранцам выдают военную форму, сумку с предметами личной гигиены и банковскую карту. При этом их не будут отправлять в воинские части Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в зону проведения специальной военной операции. Осенний призыв завершится 31 декабря 2023 года. К сводке происшествий. Смертельное ДТП в Прибайкальском районе. УАЗ столкнулся с универсалом. Мужчина 1982 года рождения, управляя автомашиной УАЗ, следуя по автодороге Уундеку-Румкан на сотом километре, это вблизи села Кика, предварительно не справился с рулевым управлением, выехал на полосу, предназначен для встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомашиной Тойота Калдино. Под управлением мужчины 1961 года рождения. Водитель иномарки погиб на месте. Два пассажира госпитализированы, как и водитель отечественного авто. В УАНУД ребенок попал под фуру. Произошло все на улице Залесной. На кадрах видно, как школьник резко выбежал на проезжую часть. Мужчина 1972 года рождения, управляя грузовым автомобилем Шанг-Си на нерегулированном пешеходном переходе, совершил наезд на мальчика 2016 года рождения. Мальчик с различными травмами был доставлен в больницу. ДТП на улице Мокрова Тойота Гая не предоставило преимущества встречному автомобилю. Как итог, столкнулась Ниссан Блю Бёрд, который двигался по главной в сторону энергетика. Пострадавших нет. Позорное благоустройство сквера молодежной в Кижингинском районе обернулось уголовкой. Возбуждено дело о служебном подлоге против главы сельского поселения Новокижингинская. По версии следствия, в декабре 2022 года глава сельского поселения от лица возглавляемой администрации заключил муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение работ по благоустройству сквера молодежной в селе Новокижингинске. Спустя полгода он подписал документы с заведомо ложными сведениями о стоимости выполненных работ, на основании которых подрядчику были выплачены денежные средства, предусмотренные договором, в полном объеме. Проверка продолжается. В Бурятии за прошедшие два дня взломали три аккаунта на госуслугах. Схема у аферистов довольно проста. Уже сотрудники сотовых компаний уведомляют граждан об истечении срока действия сим-карты. Для продления договора обслуживания злоумышленник просит назвать пароли из СМС. После такого телефонного разговора зайти в свои учетные записи на портале невозможно. Ни пароль, ни логин не подходит. Также они могут вынуждать к передаче кодов из СМС, сообщая, например, о необходимости смены тарифного плана, выгодных для абонента в предложениях. Цель обмана проста. Заладив доступ на едином портале государственных услуг и используя личные данные из учетной записи. Аферисты могут подать заявления банковские организации на получение кредитов, в том числе онлайн. Специалисты напоминают, нельзя передавать третьим лицам приходящий СМС-код и другую персональную информацию. Улан-Уденских школьников позвали учиться за рубеж. В физкультурно-спортивном комплексе проходит выставка образования, профессия и карьера. Выбрать будущую специальность приглашают учеников 9-х, 10-х и 11-х классов. Ждут и тех, кто хочет получить дополнительное образование или планирует уехать в другую страну. У нас есть много специальностей и магистратура. Макалавр, магистратура, факультеты экономики, авиационный, юридический, международные отношения. Мы принимаем без результатов ЕГЭ. Нужно будет только аттестат за 11-й класс, загранпаспорт. А вот Читинская государственная медицинская академия интерес к себе привлекает на примере тренажера для внутривенных инъекций. Сначала нужно ввести вену, затем на себя, чтобы удостовериться, что ты где-нибудь. Затем снять жгут и затем уже ввести лекарственные средства. Это было мое первое взятие крови. У меня немножко не получилось, но было интересно. Оказалось сложнее, чем ожидали, да? Да. Вот он показывает легко, а оказалось реально вообще не так легко. Для тех, кто хочет стать ветеринаром, в палатке Бурятской сельскохозяйственной академии работает целый контактный зоопарк. Абитуриенты могут наглядно посмотреть, с кем предстоит работать. Как его зовут? У него нет клички, но порода белый великан, альбинос. Можем измерить температуру. Да, 39,3. 39 от повышенной. Нет, это нормальная температура для кролика. Здесь как бы больше рассказывают, чем же в интернете можно. Больше даже спросить можно, и тебе подробнее расскажут, чем ты сам там что-то читаешь и не понимаешь, о чем читаешь. Отдельное место на выставке занимает площадка службы занятости населения Бурятии. Более 80 работодателей города и районов ищут сотрудников. Нас сейчас интересуют самые сильные, самые стойкие, самые смелые. Наши мужчины мы можем предложить, наверное, и женщинам вакансии. Это касается, вот сейчас настоящий момент, нам необходим юрист-консульт в отдел договорно-правовой работы. За два дня работы здесь пройдут мастер-классы, консультации и круглые столы. Анастасия Абрянская, Руслан Хиртуев, программа «Вместе» телеканал «Мир Байкал». В России хотят создать кибервойска. Они будут отвечать за цифровую безопасность страны. Не исключено, что в будущем кибервойны смогут стать частью Минобороны. Идею поддержал министр цифрового развития. Правда, если это не коснется вопроса отсрочки от службы в армии для специалистов аккредитованных IT-компаний. Сейчас контракт на службу работает, люди идут и заключают договора. А если в таком виде, то, наверное, можно обсуждать, что идти и заключать договор в войска спецвида, связанных с киберобеспечением. Надеюсь, что этот вопрос Минобороны активно прорабатывает. Ранее в Госдуме предложили внедрить кибервойска в состав Росгвардии. Со слов депутатов, в современных реалиях это крайне необходимо. В Бурятии все больше онкобольных могут получить высокотехнологичную помощь. В частности, благодаря открытию Центра ядерной медицины. Местный аппарат ПЭТКТ – редкость в медицинских учреждениях. В ближайших регионах подобного оборудования просто нет сейчас. И, конечно, это большая заслуга от федеральной программы, что появляется возможность техническое оснащение таких центров, чтобы проводить такие современные высокоточные исследования. Услуги Центра ядерной медицины доступны пациентам, проживающим не только в Бурятии, но и в соседних регионах – Иркутской области, Забайкальском крае, а также Монголии. Если у человека обнаружился тот или иной вид злокачественного образования, то в первую очередь на ПЭТКТ отправляем тех пациентов с целью определения распространенности процесса и выявления отдаленных и региональных метастазов. Новый хирургический комплекс онкодиспансера открыли в 2022 году. В нем делают почти 3,5 тысячи операций в год, рассказали доктора. Это на 1,5 тысячи больше, чем раньше. Оснащение позволяет делать биопсию при раке молочной железы и даже протезирование груди. Мы начинали работу в 2017 году с количеством персонала около 300 человек. Сейчас это более чем 800 сотрудников. И при этом изменилась очень сильно кадровая составляющая. Даже, так скажем, средний возраст врача-онколога он омолодился. В целом, за последние пять лет в медицинские организации республики поступило новое оборудование на 2 миллиарда 700 миллионов рублей. В Улан-Удэ начнут строить театрально-культурный центр «Байкал» и новое здание для национального музея. Накануне правительство Бурятии подписало соглашение об этом. Зрительный зал на тысяча мест, вокальные классы, кабинеты, фотостудии и многие другие помещения появятся в новом и современном театре. Также обустроят прилегающую к нему территорию и летнюю фестивальную площадку. На строительство такого центра выделят почти 5 миллиардов рублей, а на возведение здания для музея почти 4 миллиарда. По эскизу архитектура музея будет напоминать цветок аяганга. Жители села Гусиное подарили мини-мойку единственному водителю автобуса. Таким образом, они решили поздравить своего маршрутчика с Днем Автомобилиста. Кроме того, жители вручили водителю благодарственное письмо. Со слов местных, этот маршрутный автобус – главное связующее звено в повседневной жизни. В Бурятию на выходных придут морозы. Сентябрь и октябрь для нашей республики выдались теплыми. Температура стабильно держалась на плюсовой отметке. Но с приходом ноября столбик термометра стал активно снижаться, а количество осадков увеличивается. Температура в ночные часы будет постепенно понижаться, а в воскресенье ожидается холодная ночь. То есть температура ночью преобладающей будет минус 14-20, а по северу, по Муйскому и конкретно Баунтовскому районам, понизится до 25-30 градусов. В дневные часы тоже будет значительно холодно, минус 4-9, а по крайнему северу температура не повысится даже 10-15 градусов. В ближайшие дни в республике местами ожидается снег. Будет преобладать северо-западный ветер. Синоптики отметили, что количество осадков в ноябре будет средним. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова